Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как объяснить маме, что я не обязан до конца жизни быть возле неё? Так случилось, что последние два года я не работаю и почти всё время находилась дома. У нас частный дом, мама пожилой человек, ей 74, мне 42. Я стала замечать, что мама как бы вцепилась в меня, что как только я говорю о работе, у неё недовольное лицо. Она начинает делать акцент на том, что она пожилой человек, что ей нужно помогать и т.п. А я ей объяснял, что я не могу вообще всю оставшуюся жизнь сидеть рядом и смотреть на неё. Она перестала выходить куда-то из-за ковида, сидеть дома, мне не даёт что-то поменять. Приехать я не могу, есть старший брат, но у него семья. Живёт рядом, но матери внимания не уделяют и не приходит почти считать, что я рядом, и ему не надо заморачиваться. Я не знаю, как сделать, чтобы мама поняла, что я не могу быть сиделкой возле неё. Ну, вообще, я вам могу сказать честно, что если вы думаете, что страна мы, как вам это сделать, то вы ошибаетесь. Потому что мы, так же, как и вы, не знаем, как объяснить другому человеку то, что, наверное, он не хочет понимать. Как объяснить другому человеку то, что ему не выгодно понимать и т.д. Это невозможно, невозможно объяснить, 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 объяснить человеку. А, проблема, как мне кажется, заключается в том, что вы нуждаетесь в одобрении. Вы хотите, чтобы она как-то вот одобрила, одобрила, одобрила вас, одобрила ваше решение. В противном случае, вы, вероятно, будете чувствовать вину перед ним. А вина связана с нарушением личных границ. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что пока она не выгодна, она не будет ничего менять. Пока вы рядом с ней, она не будет ничего менять. Ну, а зачем, если у нее и так есть вы? Зачем ей что-то менять, если ее все устраивает? Понимаете, да? Следующий момент, вы пишете о том, что вам 42 года и я так подозреваю, что вы в той или иной степени до сих пор одна. То есть у вас нет своей собственной семьи, нет мужчины. Ну, мужчины нет, мужчины вы. И есть вопросы, связанные с тем, каким образом вы, ну, показали, скажем так, без работы. То есть вот вы говорите о том, что так случилось, вы говорите о том, что так получилось. То есть, ну, ну, так получилось, что вы без работы. Ну, ну, извините, я думал, что это не так получилось, хотя есть некоторые, как бы так сказать, есть некоторые припасы для Apple. Конечно, остается вопрос, связанный с тем, что это за пропасок. Ну, скажем так, скажем так, скажем так, какого рода это припасы? То есть это ваше, это ваше отношение к работе дает Собернет. Это ваша, как бы, ну, направленность ваша, векторность, если угодно, дает Собернет. В смысле того, ну, например, в смысле того, что вы не очень понимаете, не очень знаете, чего вы хотите. Два года срок большой, будем честно. Если в течение двух лет вы не работаете, то я призываю, что не так сильно вам этого и хочется. То есть, вероятно, история здесь про то, что вам как-то нравится, вам как-то выгодно, вам как-то хочется, скажем так, оставаться в этой позиции. То есть, да, формально вы, конечно, выступаете против. Формально вы, конечно, пытаетесь бороться. Но, когда речь идет о том, что для того, чтобы делать то, что вам нужно для того, чтобы делать то, что вам нравится, необходимо одобрению мамы. Вот. Это заставляет несколько сомневаться. Это заставляет несколько сомневаться в том, чего на самом деле вы хотите. И если мама что-то делает для, ну, к примеру, своей выгоды, то что начинает делать для своей выгоды? Что-то вам. Что начинает вам делать что-то для своей выгоды? Имеется в виду вторичная выгода в данном случае. Вот это очень важный момент. Ну, конечно, вы можете подумать, что я вас в чем-то обвинял. Тут, пожалуй, легче всего увидеть, что я вас обвинял. Но на самом деле я хочу показать, что вы, вообще-то говоря, свободны. Что вам, вообще-то говоря, не нужно чье-то разрешение. Разрешение, что вы, вообще-то, имеете право жить своей жизнью. То есть, по сути, то, что вы транслируете своей маме только невербально, но фактически. Вот чтобы делать что-то невербал, невербально, но фактически нужно, конечно, ну, уже совсем иной, я бы сказал, уровень мотивации. Понимаете, да? Необходимо совсем другая связь. Потому что говорить, это одно. А вот делать, это уже совсем другое. Если вы в основном только пытаетесь до своей мамы занести, что вы не можете быть ее сиделкой, но фактически вы выполняете роль этой самой сиделки. Значит, у вас есть какая-то выгода вторичная от того, чтобы так поступало. И, конечно, чем быстрее вы признаете этот момент для себя, чем быстрее вы увидите этот момент для себя, тем, конечно же, вам будет лучше. Естественно, здесь можно говорить о необходимости сепарироваться от, скажем так, мамы. Здесь мы говорим о необходимости эмоционально отделиться от меня. Вы к ней привязаны. Вот. Конечно, это процесс, который требует определенных усилий. Это процесс. И вопрос, к вам готовы ли вы не просто объяснять что-то своей маме, а именно, именно, начинать менять свою жизнь, именно менять ее. Что может быть и страшно, что может быть и больно, и что может быть предполагает то, что ваша мама на какой-то момент останется она. И только оставшись в своем положении, когда ей придется рассчитывать на себя, она начнет что-то делать. До тех пор что-то делать она не будет. Ну а зачем, если у нее есть, условно говоря, ой, зачем ей что-то делать? То есть необходимо столкнуться с неким таким, я бы сказал, кризисом. Необходимо столкнуться с некой такой критической ситуацией, с критической точкой, когда от тебя потребуется, вот буквально потребуется какие-то действия. Если вы не будете столкнуть свою маму с этим, если вы не будете столкнуть ее с фактами, с фактами, реальными фактами в вашей жизни, ее жизни, да? Если вы не будете этого делать, то ничего не изменится. А возможно ли здесь наличие рэкетных чувств? Конечно. Обида, злость, страх, манипуляция. Все это естественно имеет место быть. И это нормально. И нормальная ваша реакция на это. То есть реакция какой-то боли, реакция чувствования и так далее. Ну и вам нужно параллельно двигаться в сторону нахождения ошибок. Вам необходимо двигаться в сторону формирования своей собственной позиции. Это что же нужно корректировать? Ну, на мой взгляд, по крайней мере. В этом вам может помочь, собственно говоря, психолог. Я пока не знаю, хотите ли вы, готовы ли вы к работе. Понимаете, да? Вот такая история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого хорошего. Я желаю вам удачи. Да, вы большая молодец, что об этом говорите. Вы большая молодец, что это решили обсудить. Но это только начало. До всего самого доброго. До всего самого доброго. До всего самого доброго. Продолжение следует...